Ученые Академии наук Ученые Академии наук Сегодня я хотел бы послушать, как реализуются и исполняются поручения президента по основным направлениям. Ну, допустим, в сельском хозяйстве мы когда-то говорили о новой породе скота, о новых растениях и так далее. Мы говорили об электромобилях. Что очень актуально, об этом будем в пятницу говорить. Это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты. Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине. Ну, вот основные такие моменты, которые я бы хотел услышать. Ну, и сегодня расскажете народу в первом приближении, что делает Академия наук. С учетом того, что мы должны организовать эту масштабную выставку, ну, может быть, даже вот в соседнем здании, если там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения науки академической, ну, и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты кое-что уже научились делать, посмотреть бы там. Подумайте, как это лучше сделать. Вот такой круг вопросов. И второй вопрос, который вы хотели вынести на обсуждение, это устав Академии наук. Мне что нравится, что вы идете по пути дебюрократизации, чтобы меньше было волокиты. Это убийственно. Это тоже урок конфликта России в Украине, только в другом измерении. Вот волокиты быть не должно. Поэтому рассмотрим основные элементы устава. Ну, а потом, согласно нашей процедуре, я думаю, мы до конца года обязательно должны утвердить новый устав Академии. Хорошо. Спасибо большое, Александр Григорьевич, за то, что вы нашли время принять и послушать мой доклад по обозначенным вами вопросам. Действительно, я хотел бы начать с того, что сейчас Академия наук выстроена совершенно по-другому, в соответствии с вашими поручениями. Строго организована, сверху донизу, нацелена на зарабатываемость средств. Я вот здесь подготовил кратенькую информацию о том, как мы зарабатываем деньги. Что сейчас это уже не чисто бюджетная организация, как она была традиционной, и все сидели и ждали бюджета. Я за бюджетом теперь не хожу. И вот уже целый ряд лет все знают, что даже там при нестатке средств мы нацелим, чтобы люди зарабатывали деньги. И так на самом деле оно и есть. Я хочу сказать, что за все эти годы Академия наук выполнена буквально все показатели. У нас не было ни снижения, ни срыва, ничего. Это и объемы производства и продаж, это и выполнение всех программ, это инвестиции в основные капиталы, то есть приобретение приборов и оборудования. Это и заработная плата, и все показатели по бизнес-планам и индикативным показателям.